Всем большой привет! Сегодня я вас приветствую очень рано, потому что 1 сентября, и мы собираемся в школу. Как я уже говорила ранее, линейки у нас не будет, а просто идем на занятия. Линейка в больших школах проводится только в первых 11 классах. Но тем не менее, все равно дети не виделись целое лето. А если еще учесть то, что из-за пандемии мы не ходили в школу апрель, май, то ребята не виделись целых 5 месяцев. Поэтому у них такое вот сегодня событие. Мало того, что они идут во второй класс, так они еще все вместе встречаются. Просыпаться нам теперь надо рано, потому что уроки у нас начинаются в 8 утра. Это хорошо, что мы живем возле самой школы, и нам недалеко добираться. Вот такой букет цветов мы купили для учителя. Красивый, мне очень понравился в корзиночке. Маленький, симпатичный. Вот такой букетик. Степанечка, готова? Да, готова. Вот это моя школьница, посмотрите. Такая девчоночка у меня, да? Второклассница. Уже второклассница. Портфель. Да. И букет. Степаня, а ты справишься совсем? Не знаю. Подожди. Как? Тяжеловато? Тяжеловато. Вот это как пакет. Ну это оденешь как надо, портфель на плечи, и будет легко. Нет, я тебе помогу, конечно. Так, ну что, одеваемся дальше и пойдем уже в школу. Да. В добрый путь, называется. Делись впечатлениями. Как тебе? Боже, мне так понравилось. У нас такие шкафчики были. Да? Они там маленькие такие. Угу. Там, где вы вещи все будете складывать. У вас новый класс, да? Да, да. Там все по-другому? По-другому. Там красиво, обои мне нравятся. А с друзьями рада была встретиться? Да. С одноклассниками? Да, да. Да? Да? Ну все. Девчонки, вы не поверите, но я холодильник сама притянула вот этот с коридора, а старый вот сюда. Ну его мы выбросим. Завтра вам покажу, что у меня за новый холодильник, потому что сейчас тут полный развал. А этот вот у меня, конечно, не совсем хорошо встал на место. Не совсем мне нравится там в одном месте. Надо будет его еще подправить. Да. Ну что, показала я вчера половину видео, и так до конца его и не доснимала. А еще у меня же Доминик заболел. Вот смотрите, что я ему... Доминик, ну-ну-ну! У него насмарк, причем такой очень обильный, прям у него все потекло. Он все время кричит, ничем не давав, и он всем недоволен, ему все не нравится. Что я делаю? На ночь закапываю на землю, днем я этого не делаю. Простоянно промываю кликсом и подсушиваю сульфоцилом. Но с ним другая проблема. Ему закапать нос, это как будто бы человеку хирургическое вмешательство без анестезии. То есть стоит ор такой и крик, что это не передать. Как его удержать? Мы держим его все вместе, и Стефания мне помогает. Ну какие все вместе? Сама кто мне еще тут поможет? Сейчас буду все убирать, и, собственно, покажу холодильник. Да, отвела Стефаньку в школу, и сама бегом по всем домашним делам. Теперь мы просыпаемся рано, поэтому день начинается рано. Холодильник мы поставили. Ой, ну тут тоже столько приколов с этим холодильником. Как обычно. Сразу скажу, что купили мы холодильник, немножечко такой небольшой обзор. Это холодильник Хайер, бывший немецкий производитель. Сейчас вы купили все китайцы и собирают в набережных Челнах в России. Так прикольно? Раньше все собирали наоборот, все производство европейское находилось в Китае, потому что это дешевле. А тут уже китайцы выкупили бренд и собирают в России. Ну, значит, им дешевле. Либо же они своих же жителей туда перевезли. Ну, кто его знает. Это уже их вопросы. Меня это интересует меньше всего. Мне самое интересное, чтобы вещь, которую мы купили, работала хорошо. Я отмечу уже не первый раз, что я просто в восторге от внутренней организации в самом холодильнике. Полочек много, они все удобные, они легко регулируются. То есть тут, правда, очень-очень классно. Вот эти две нижние полки для овощей и фруктов можно устанавливать температуру. То есть шокового охлаждения, чтобы они подольше хранились, как только купили овощи. То есть много пространства. Эта полочка выдвигается, задвигается. Это аналогично для бутылок. Есть бутылки, вы опустили, нету, подняли и поставили то, что вам нужно. А теперь самый главный прикол. У нас не открывается морозилка. У нас морозилка не открывается, потому что мы дверь перевесили, а то, что у нас здесь подоконник, а то, что подоконник не пустит эту дверь открываться, конечно же, никто не продумал и никто перед этим не проверил. Ну, это мы называется. И она не открывается. Теперь нужно выпилить вот эту часть для того, чтобы он открывался. Ну и закрыть как-нибудь красиво. То есть думаю, что можно так решить. Ну, в общем, есть такой еще маленький один момент, который нужно исправить обязательно. Готовлю уже, потому что пока забирает Стефани, надо успеть приготовить. Это у меня отваривается рис, сделаю фрикадельки. Старый холодильник я еще не домыла. Буквально мне осталось, ну, то есть все полки повымывала, и он уже полностью разморозился. Осталось мне его только тщательно промыть. И этот холодильник мы просто отдадим. Ну, я сделаю объявление, чтобы приехали, просто забрали, кому нужно. Он рабочий, может быть, кому-то на дачу понадобится. Может быть, на запчасть кому-то нужно. Кстати, еще, что касается пылесоса. Я вам сказала в предыдущем видео, что будем разбираться, может он бракованный. Нет, никакой он не бракованный. Это особенность пылесоса. То, что он на минимальной скорости работает долго, убирает хорошо. На максимальной скорости он очень быстро разряжается. Сыночек, осторожно. То есть, если пользоваться минимальной скоростью, то все прекрасно. Я могу ему убирать полностью всю квартиру. Никаких вопросов нет. На максимуме, на максимуме он разряжается очень быстро. А так, я очень довольна, удобно, везде, быстренько. Я уже вчера его достала и днем попылесосила, утром вернее. И вечером снова, вечером снова включила и подержала пылесосик, потому что было им очень легко и удобно. Другой бы пылесос уже поленилась бы вытащить, потому что это было бы, ну, не совсем удобно, пока его разберешься, берешь. А с этим что? Ну, мы взимаем, поехали. Если планируете купить Дайсон, обязательно в этом полусе. Что-то никакой не брак, это нормально, но вот такая особенность у него есть. И все это отмечают. У меня даже девушка в комментариях тоже уже об этом писала. Что, пойду готовить, заниматься другими делами. Так что, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok